Будынок с выявой яноту и сведомая социальная реклама по особенным сборам сметки сразу кидаются в очи. Миновита тут на бульваре космонавтов и разместился новый пункт приема Другасной Сыровины. Необояковость до Новокольнга осярода и клопот о природе. То, что объединяет людей, которые пришли сдавать сметки. Таких необояковых, что дня тут порядка 80 человек. Кто-то несет макулатуру, шклотару или другие отходы, чтобы заработать деньги, а кто-то просто с намером унести свою частинку клопота природе. Восе Александр Перников свой летний отпочинок проводит с корыстю. Все прекрасно, сдаются отходы, так бы все выбрасывалось. Я плаваю вокруг речки, много от всего валяется. Опасно, травматизм, бьется это все. Я за ресурсы, сохраняем землю, сейчас все приняли. С этого можно сделать строительные материалы и прочее. Подобный опыт открытия приемных пунктов Другасной Сыровин у Брестской асметиперопрацовщего завода уже есть. В городе функционуют два. И открытие теперь третьего обумовлено повеличением затекавленности насильництва в заховании природных ресурсов. Как показывая практика, хороджане активно удельничают у Нарыхтовцы Другасной Сыровины. За прошлый год, за 12 месяцев 2017 года, приемными пунктами мусороперерабатывающего завода было закуплено 540 тонн макулатуры, 330 тонн стекла, 65 тонн полимеров, 25 тонн отходов сложной бытовой техники. А за время работы этого приемного пункта, то есть за полтора месяца, уже здесь сдали более 12 тонн макулатуры и 27 тонн стекла. То есть, значит, наш приемный пункт, он имеет огромную популярность у жителей города Бреста. Сдать Другасную Сыровину можно за гроши, а можно и у кошта платы жильево-коммунальных послуг. Для пенсионера Александра Рудкевича по особный сбор сменцы не только клопот о природе, али добрая прибавка до пенсии. Вот соберу стекло, соберу бумагу, соседей в подъезде предупредили, они мне это ежедневно, я забираю, ну, картон, бутылки, и им удобно, и мне удобно. Я получаю к своей социальной пенсии прибавку неплохую. И, в общем, это я только за, за раздельный сбор сырья. Надо сказать, что люди вроде как опомнились, начали интенсивно вычищать свои кладовые, балконы, сараи. И, соответственно, дневная норма, не норма, дневная величина, то, что сдается населением, получается практически тонна 100, тонна полторы. Таким чином, сделать планету частей, саправдых это наш клопот, а не енотов. Анастасия Цекун, Александр Севицкий, телерадио компания Брест.